Здравствуйте, глубоко уважаемые любители лётных видов спорта! Нам нужно пройти перевал. Очень сложный. С небольшим зазором перевала облака. И набрать высоты мы здесь тоже не можем много, потому что видите, тоже облако. А вот перевал прямо по курсу. Да, неприятненько. Ну хорошо, хоть поток есть. Мы здесь горнолыжный курорт. Сейчас 35 градусов у земли на аэродроме было. Мы еле-еле взлетали. Даже за самолётом пушпулом. Взлёт пушпулом. На двух моторах. И просто это побухный ветер дует. Полетели. Да. Давненько я за буксом не летал. Вот сейчас долетели до снега. Здесь прохладненько. Высота у нас 2800. Перевал 2700. И нам очень надо на ту сторону перебрыгнуть, потому что там на той стороне намного лучше погода. И веселее. И вот я нашкрябываю метрики высоты для того, чтобы сделать этот наш прыжочек. Посмотрим, получится у нас это или нет. Очень перегрета атмосфера. С одной стороны стабильная, то есть работает плохо. А с другой стороны воздух перегретый. В нём обилие влаги. И атмосфера очень хочет превратиться в грозу. Видите, справа уже какие. Такой выстрел. Вот так вот. Скороподъёмность уже никакая. 0,1 метр в секунду. Но я попробую, сделаю попытку подойти к перевалу. Если у меня будет высота, если по дороге меня будет пропитать. А нет, смотрите. Впереди облако формировалось свежее. А его не было. Ласточка. Ласточка слева? Ласточка это вообще добрый знак. Ласточка значит она что-то живёт. А если она что-то живёт, значит это вынесло восходящим потоком какого-нибудь пуздетчика. Прыгнул кузнечик, пошёл поток. Или бабочка, или мошка какая-нибудь. Этих мошек очень хорошо выкидывает. Вот блин, вывалились. Ну пошли по склону пройдём. Чёрт не шутит. Подойдём поближе, понюхаем. Если сможем перепрыгнуть, перепрыгнем. Если нет, назад пойдём. В общем-то ничём мы не теряем здесь. Идём по склону. Пока мы выше рельефа, можем себе позволить вот такую хапу делать. Видите, немножечко меня приподняло. Это очень хорошо. Но дальше не факт, что меня будет приподнимать. Поэтому визуально, видите, не проходится перевал. Но по склону может быть придержит, может подтянет. И, соответственно, если я буду видеть по высоте, что я прохожу, я через него прыгну. А если я буду видеть, что не прохожу, то, естественно, не прыгну. Я же не маньяк. Пока нули, пока, видите, придерживает, но скорость 120. Мне для того, чтобы перепрыгнуть в перевал, ещё и разогнаться надо, потому что я на 120 его точно не буду переходить. Мне страшно. Ну что, идём просто на перевал. Если что, вдоль него, вдоль этого склона направо пойдём, может быть, там где-то наберём. Видите, вот. Чуть-чуточку мне не хватит, скорее всего, высоты. Вот, видите, сейчас минуса пошли, всё. Ну, я вдоль дорки пойду потом. Хотя, смотри, сейчас придержало. Подойдём поближе, видно будет. Во! Тут и проходим, смотрите-ка. Самую дырочку. Оп! Раз! И прошли. Самую дырочку. Оп! Раз! И прошли. Перевальчик сзади остался. Ну так. Без запасников, но прошли. Нормально. Скорость я увеличил. Всё в порядке. Ну и всё. Теперь мы в долине. Пойдём по её центру. Тут заповедник. Тут нужно лететь на центром долины, чтобы не нарушать. Или вот там, где-нибудь встанем в поток. Выйдем из заповедника. Придёмся склон и начнём работать. Фух! Вот так вот мы легко прошли перевальчик. Красота. Нет, здесь главное, что? Во-первых, ветер. Ветер дул на склон. То есть однозначно нас вниз бы по склону не кинуло. Потом была скорость. То есть я подходя к перевалу её нарастил до режима, когда я могу потянуть ручку на себя и, соответственно, взять там ещё метров 30 с высоты. То есть я бы перепрыгнул бы его, если бы что. Но мы проходили выше него. Так что всё в порядке. Так иногда в горах тяжело приходится. А что бы было бы, если бы мы его не прошли? Мы бы... Вот правое крыло показывает. Там есть несколько систем, ещё несколько криптов. Нам бы какой-то крюк километров 50 пришлось бы сделать, чтобы выйти потом в эту точку. В эту точку мы бы пришли, ну, слетава так, по большому-большому-большому кругу через озеро Серхансон, через Бриансон. О, кстати, поток. Не буду я здесь крутить, пойду дальше. Здесь красивые водопадики такие. О, это всё. За что у нас падает? Здесь тоже, наверное, водопадики. А, вон, да, кстати, смотрите, сейчас покажу водопадик. Красивый. Ну, люблю здесь летать. Вот оно тут красивое здесь всё. О! Шикарный водопад. О! Ну, теперь другая зона, другая воздушная масса. Видите, облака висят. А эти вот облака значительно выше. То есть, если там у нас было 2,800, то здесь около 3 тысяч. Ну, другая воздушная масса можно резвиться. Здесь у нас вот эти вот тоже текут речки красиво. Вот это вот, видите, тоже, тоже. О, какой водопад огромный. Вот это получше-то водопадик-то. Охренеть. О! Есть тут ещё один. Сейчас сделаю верляж. Вау! Вау! Вот это контент-огонь! Посмотрите, как красиво текут по ручьям. Ну, даже не какие-то ручьи, это горная речка. Это вот всё белое, это бушует река горная. Ну, низко-то, кстати, а? спираль была лишняя. Ну, как низко, 200,000 тысячи. Горы высоко просто. И вот видите, сколько течёт вот этих речушек горных. Здесь сейчас есть стоялка для автомобиля, сейчас я вам покажу, куда можно приехать на машине. Вот внизу, видите? Вот, даже не выходной день будний отступ к народу. Ой, а там, смотрите, прям какой-то, а там прям водопад такой, чтобы... Ого-го-го-го-го! Ух ты жё! Миша, посмотри вниз! Там прям взрывается что-то! Миша! Ты видишь? Вот там у нас тает! Вот так хрен с ним с высотой! Ты посмотри, как красиво! Я просто так низко здесь никогда не был! Там прям пыль идёт с этого водопада! И радуга есть! Ладно, всё! А то действительно мы тут доиграемся! Здесь-то нам, в общем-то, ещё и нельзя быть ниже тысячи метров! Поэтому, видите, по центру долины шпарим! Надо найти склон и набрать высоту! Держи ручку, 150! Вперёд идём! Там, где мы будем набирать! Вот так вот, Такой, ух! Красиво получилось! Фонтаны, не фонтаны, а видите, сколько ещё водопадов! Сколько вам красот всяких наснимать можно! Главное, нам теперь выбраться! А то красотно снимали! Я вижу, где можно набрать! Не переживайте за нас! Вот эти облака, вот они нас вытащат! Вот это уже не заповедник, поэтому можно на склоны есть! И вот это облако тоже может насмутить! Можем, если что, фаршаваль пилицу тоже! В общем, всё у нас будет хорошо! Ещё один красивый водопадик, друзья! Я уже даже с вами попрощался, придётся это вклеивать! Шли-шли-шли и с Мишей увидели ещё очень красивое место! О, а мы тут поток взяли! Класс! Миша, ты посмотри! Видишь? Ты птица! Миша, Миша, пошли сколько орлов! Глянь! В какой спирали стоят? Правый, в левый? Так, в левый! В левый стоят! Давай в левую! Мы же высококультурно! Вы посмотрите, друзья, что значит... Да, четвёрочку поставь! Что значит снимать контент-огонь? Это значит, ты хочешь показать глубокоуважаемым любителям лётного вида спорта красоту? А тебе бац! Природа за это награду! Шпок и поток! Да и какой с птичками красивый! Ровный! Миш, согласен, что ровный поток? О! Огонь! Да, слушай, сегодня это реально, друзья, самый первый поток дня такой хороший! Что, птицы обогнали нас, да? Обогнали? Да, скорость нормальная, я специально вешаю. ой, какой водопад, вообще какая красота! Так, я хочу знать, чтобы перестроиться в правую спираль, чтобы заснять с камеры хвостовой, ой, хвостовой, это борту боковой. Здесь этот вид прекрасный. вообще не принято перестраиваться с одной спирали в другую, потому что большой шанс потерять поток, но я смотрю, что поток широкий, большой, и у меня его шансов потерять немного. А когда я такой контент-огонь вам сниму еще? Просто мы достаточно низко. Обычно мы этот перевал, который проходили, переваливаем повыше с запасом, и, соответственно, в эту долину приходим пониже, а там мы еще словили низходняк сразу вот там, где видите, перевал-то наш вон он. Там получилось, что воздух опускается из-за того, что он охлаждается на снегу, на льду, и валит вниз нисходящий поток. Вот мы в нем еще сбросили так приличненько, поэтому здесь оказались так низко, как... Ну, даже я могу так сказать смело, я так низко здесь еще ни разу не был. А ввиду того, что тают снега активно, образовались вот эти все красивейшие водопады. Ну, просто бомба. Так что, поэтому я подвываю от восторга сам. Миша, ты подвываешь от восторга? Миша тоже подвывает. Вот мы подвываем, и вы можете там за компанию там сидите у монитора своего, и можете так тоже подвыть. Потому что оно реально стоит того. Сейчас еще раз вам этот... вот он как красиво льется все. Фух, так, птицы, птицы. Миша, забирай, а что я, кстати, набираю? Да, твой поток, твоя ручка, все. Больше я не хочу летать, я уже устал. В перевал проходить было тяжело, поэтому видите, взмыленный. В очках теперь летаю. Мне все говорят, летай в очках, береги зрения. Это твоя, это как это? Хлеб. А? Хлеб. о, да. Миша говорит, хлеб. Вот, поэтому берегу. Посмотрите, друзья, какой Миша умничка. Набрал кромку уже. И какой вид открывается уже с этой стороны на Альпы. Лишь в облако не входить. Только я тебя похвалил. Все, разгоняемся. Вот, посмотрите, как красиво. Вот перевал, как раз, откуда мы прилетели. Правое крыло показывает, я взял сейчас. Вот прям ровно показывает. Вот там мы перемахнули и долетели сюда. И поток взяли. Вот склон под нами, там водопады были. Все, мы теперь, свобода у нас. У нас теперь 3000 метров высота. И мы можем лететь куда хотим. А куда хотим мы еще не придумали. Наверное, слетаем на ледник. Охладимся. Там впереди ледники. Мы на них погнали. Эгей! Такой у нас получился сумбурный, красивый, славный, веселый ролик. Очень для звонбука прям понравилось. Я даже назову, назову, это все сейчас происходит охота за контентом. Мы летаем, учимся и еще охотимся за красивыми моментами. И видите, как повезло перейти, красиво перейти в перевал, поймать мощнейший нисходящий поток вот на этих вот снежных стенках, там, где воздух, охлажденный на снегу, валит вниз со страшной силой. Достаточно низко пролететь над красивейшими водопадами, а потом попытаться снять еще кусочек в новом месте и бакс, нарваться на нисходящий поток, в котором мы и поднялись. То есть, вот это все складывается в такую вот, как бы так сказать, партию, шахматную партию. Что партия, сегодня мы пока выигрываем из природы, это вчера она нам ставила шах, но не мат, мы вчера все-таки выбрались, интереснейший получился, тоже контент, но буду монтировать его под пользу. Там, выживание в долине, проходы, мы оказались на 300 метрах в районе, там, Ленобыльской долины, где почти никогда нет потоков, висели полчаса, в общем, огонь, будете смотреть, думаю, тоже понравится. Ну, так вот собираем по крупицам интересные истории о полетах. Пишите, если вам хочется чего-то там, что-то больше нравится, ничего, что-то. А самое главное, обратная связь. Когда вы радуетесь ролику, когда видно, что наша вот эта работа, монтирую я сейчас по ночам, то есть, так как я летаю днями, то я ночью там пару часов на монтаж выделяю, поэтому в течение лета часто будет один ролик, два ролика в неделю, может мне кто-то с монтажом еще поможет, посмотрим. Но зато я собираю материал на всю зиму, то есть зимой будет времени много, буду ролики штамповать. До новых встреч! Погода бомба, контент такой. Эй! Пэп! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»